А как давно вы открыли свой магазин, самый первый? Это вот тот, который в Афрегате, да? Да, у нас первый магазин это был Ирена, лет 10, наверное, назад. Уже сложно сказать, просто не пытаюсь запоминать даже эти даты. Просто открыл и открыл, и пусть он есть, и все. А в этом году все закрываются магазины, а вы открываете еще две точки. Мы открыли два месяца назад один магазин, и сейчас вот. Но на этом мы тоже не останавливаемся, потому что у нас в планах еще парочка магазинов. Мы уже все даже определились с местом, где это будет. Ну, в общем, мы решили весь юг области захватить. И север. А, и север, да? Хорошо. Ну, я думаю, что все в ваших руках. А вообще трудно открывать новую торговую точку? Ну, это не столько трудно, сколько это затратно, скажем так. Не знаю, как-то все для меня, все это просто проходит. Лена, вы сейчас часто принимаете участие в городских мероприятиях. Скажите, это как бы приносит какую-то пользу для магазинов? Ну, это приносит удовольствие для меня, удовольствие для девочек, которые... Удовольствие для нашей команды, скажем так, которая принимает во всем этом участие. Потому что вот Мария, она помогает и подборе одежды, и все для девчонок. Что касается меня, так мне просто это нравится. Ну, и естественно, это своего рода реклама. Ну, я согласна с вами, потому что я вижу много людей, которые уже одеты в одежду от Ирена и от фабрик Филео. И еще какая-то фабрика у вас новая появилась. Ну, у нас в воскресенье будет пока сюрприз для всех. Мы об этом не говорим, никому ничего не открываем. Но это будет уже в воскресенье. А там уже у нас планы грандиозные. Маша, у нас добудет свет, сказала. Я все-таки работаю в электротехнической компании, знаете, где включить и выключить. Понятно. Слушай, Маша, а ты вот помогаешь Лене, тебе нравится этим заниматься? Я знаю, что ты подумала, подбираешь женщинам одежду, помогаешь. Мне очень нравится. Я на самом деле очень рада и довольна, что меня свела судьба. И вы, Наталья, были тем свидетелем, потому что нас свела судьба, можно сказать. Ну, вот чтобы так мы прям познакомились поближе, это с восторга весны. Когда я участвовала в качестве модели, плюс сайз, в восторге весны, мы показывали. Вот как раз одежду от отдела Ирена, тогда еще Филео не открылось. Женскую одежду, очень качественную в российских фабрик. И самое главное, вот Ирена тогда просто заметила, что я, видимо, как-то не совсем ординарно сочетаю вещи. То есть я могу носить платье, рубашку с джинсами, как раз, а не как у нас многие предпочитают, просто с колготками или с лосинами. И вот это сочетание, какие-то неординарные, мне очень нравится. И это как раз пришлось по сердцу самой Лене. И это понравилось, и она предложила мне вести группу ее ВКонтакте. Мне просто нравятся неординарные личности. А, кстати, я на тебя насмотрелась, и вот платье, которое я сейчас выбирала, я его, одно платье я с брюками прикинула, которая круглая. Да, и вот я просто вспомнила тебя. И вот, Наталья, именно это меня очень прямо возбуждает, простите, в хорошем смысле этого слова. Именно вот этим я и завожусь. Я завожусь, когда мы участвуем в конкурсах, и как раз я выступаю, ну, я не считаю правильным называть стилистом, потому что мы все-таки, ну, грубо говоря, на это не учились. То есть это должно быть, как и любая профессия, должно быть обязательно обучение и так далее. Но в кавычках стилистом выступаем как раз для этих конкурсов. Я и фотографирую наши модели, вот, Сладкая женщина, Невести года, конкурс Мама года 2017, потрясающий. И как раз вот возбуждает, заводит и очень нравится, когда ты как раз меняешь стереотипное мнение женщин, стереотипное мышление о том, как нужно носить. То есть вот что обязательно, например, как было раньше принято, красная сумочка, значит, красные там туфельки, красная помада и красные серьги. И мы это вот напрочь меняем, потому что нужно идти в ногу со временем. И я вам уже об этом говорила, что как раз здорово и женщина выглядит моложе, когда она одета не моложава, а именно современно. То есть не в обтягивающем и коротком, и я, значит, молодая. А когда она в ногу со временем, в ногу с тенденциями, в ногу с тем, как правильно комплектовать как раз, и как интересно комплектовать одежду. И поэтому я считаю, что очень красиво и стильно может выглядеть не только стройные наши девушки. Они, конечно, безусловно, красавицы, и на них хорошо смотрятся. Но и мы с вами, Наталья, очень симпатичные, я считаю, красивые, стильные помпушечки. Такая сказала я, ну да. Ну да. На слово стильные и красивые. А как, Наталья, вы согласитесь, вот вы же были в Олимпийском в платье от Ирена, от Ирена, в Олимпийском в Москве, и выглядели нисколько не хуже на фотографиях. Вот во всяком случае я могла лицезреть это у вас в группе на фотографиях, видео. Вы нисколько не уступали, выглядели вот именно очень лаконично, в то же время стильно, без перебора. Это здорово. Вот жакет на вас всегда же мелькает, он яркое такое, классное пятно. Да, да, да. Да, и именно это мне и нравится. Именно этим я, видимо, заражаю Лену, и она меня терпит с моим голосом и неуемной энергией. Но мы вот так сработались. И как раз, да, Лена, скажу, да, мы когда начинаем подбирать с ней одежду, мы на самом деле, вот не то, что наслажено, а мы как раз сначала спорим, а спорим не до каких-то там личностных, нет, ни в коем случае, а именно спорим. Я считаю так, а я вот думаю вот это, вот это. И мы друг друга как раз идеи подхватываем и потом додумываем. Да, и когда ты, Маша, предложила одно что-то, я вижу это по-другому что-то, мы начинаем что-то как-то ревенять. Дискультировать. И в итоге, знаете, рождается совершенно третья противоположная вещь. Да, другой совершенно образ. И вот как раз те образы, которые вы видите на сцене, вот это, ну, грубо говоря, совместное вот такое творчество, но которое, согласитесь, очень у многих поменяло, между прочим, мнение об отделе. Изначально многие девчонки, причем молодые именно девчонки, они вот нам признаются честно. Мы говорим, когда думали, что вы стали, вот мама года, например, девочки признавались, что когда мы узнали, что вы будете спонсором надевать нас, мы все перепугались, расстроились, думали, ну, там же одежда только на каких-то там тетушек непонятных, слишком возрастная и так далее. Когда они пришли и говорят, я привередливая, меня трудно надеть. И она согласилась, да, с первым же, с первым же вариантом, и она согласилась в таком восторге, я никогда не носила, она его потом и выкупила. И как после, да, сладкая женщина, просто сразу после концерта сладкая женщина, вот платье было у нас, образ Виктории Гладышевой в первом выходе, женщина сразу же после концерта, не дожидаясь следующего дня, прибежала, говорит, я хочу, я с этого вот как раз мероприятия. Я везу на ряды с конкурса, и она уже идет вслед за мной, говорит, да я вас уже жду. Говорит, мне надо вот этот вот образ. Ну вот тоже я платье, которое, вот синее, которое одевала, у меня очень многие спросили, где я его брала. И, кстати, Маша, ты вот сейчас вот не права, сейчас вот уже даже... Нет, сейчас-то мне не изменилось. Нет, сейчас вот уже у людей мнение, что даже мне сказали, вот конкурс последний был, когда, невеста года, там девчонки говорят между собой, когда спросили, кто будет одевать, они такие, а вас мало кого будет одевать, Ирена. Они говорят, ну, тогда ладно, тогда мы спокойно. Вот уже по-другому. Лена, так я с тобой соглашусь, я говорю, я-то говорила только о первом конкурсе, который мы совместно проводили, о маме года, я говорю, после чего как раз мы сломали вот этот стереотип. О, я вот именно об этом, Лена, да, и вот сейчас, да, сейчас девчонки идут, и сейчас я по группе вижу, что у нас уже просмотров, именно просмотров и заинтересованность как раз возросла именно у более молодого контингента, но мы работаем со всеми рады наоборот, мы считаем, что женщина в любом возрасте, в любом телосложении может и должна выглядеть красиво, современно. На самом деле, женщина всегда нас ждет, особенно от любимого человека, но ей приятно, когда как раз именно незнакомые люди делают комплименты. И в этом она и считает, что свой-то родной-то он может сделать, ну, похвалить только потому, что, да, это твой родной человек, чтоб не обидеть и так далее. А когда все-таки восхищенно на тебя смотрят, или на работе, или куда-то вы приходите, по улице идете, вот мне даже вот в последнее время делали комплименты женщины, просто на улице прохожу мимо, говорят, какая красивая, вы какая красивая женщина, и прям расцветаешь от этого, хоть это ты сказал не мужчина, а женщина. Мы все равно одеваемся для того, чтобы нас оценили окружающие, мужчины, женщины, вот мы вот, поэтому я не верю, когда я говорю, я для себя, только для себя, а мне не волнует, что говорят другие, может быть и есть процент, но очень маленький, эпатаж, он бывает разный, он бывает, да, я хочу выглядеть идеально, а бывает иногда, да, я буду выглядеть как дурочка, зато если в нос апотирую, на меня обратят внимание, и что-то-то скажут, вот я вот думаю, что... А я вот знаете, что, я сижу вот на эти все, смотрю плюшки, и хочу все спросить, где это заказали, я могу это вырезать там, да, это фирма? Нет, можно, нет. Нет? Это вообще... Наоборот, да. Моя подруга уже могу сказать, да, девчонка, с которой мы, она всегда нам на каждый конкурс что-то вкусненькое, какие-то вкусняшки делает, жасмин. А, жасмин, да? Да, жасмин. А, ну я ее знаю, да. Я хочу несколько слов сказать про одну вещь, которую я покупала в Ирэне, причем ее историю покупки. Я пришла в салон, правильно говоря, Лен, магазин, да, называется у тебя? Отдел, да? Да, то есть я пришла в отдел Ирэна в торговом центре фрегат и решила померить очень большое количество вещей для того, чтобы подобрать для себя размер, потому что размер у меня такой специфический. И один из первых вариантов, которые мне предложила Мария, ты как раз была там, да, это был жакет, жакет зеленого цвета. Причем я купила его, можно сказать, от безысхода. Скажу вам честно, потому что я никак не могла подобрать для себя вот такую верхнюю одежду в виде пиджачка, потому что специфика фигуры. И я купила на всякий случай, думаю, ну пусть он будет. И когда я принесла домой вот жакет и платье, я купила две вещи. В платье я поехала на банкет сразу, причем мне очень понравилась цена этого платья, мне понравилось качество, оно не мнется. То есть я сидела на банкете, я думала, сейчас я встану, у меня спереди вот эти складки, сзади там складки на платье. Ну абсолютно, вот банкет шоу у нас с пяти часов до часу ночи, то есть вообще, и самое интересное, я его привезла в чемодане, но не гладила. То есть я его повесила просто на плечике, оно расправилось, я пошла на банкет, его одела и с банкета пришло, опять его повесила, оно вообще не помялось нигде. Вот это для меня было удивительно. И вот вернусь к жакету, жакет я повесила дома благополучно и думаю, ну вот очередная вещь. Причем муж мне мой сказал, ну что-то такое там непонятное ты купила, с чем ты это будешь носить. Вечером мы устроили примерку, я одела этот жакет со всеми пятью вещами, которые у меня есть. И мне сказали, ну ладно, с этим еще пойдет, с этим пойдет, а вот как бы тут не катит там, да. И я благополучно его повесила. Он у меня провесел все лето. Я не знала, с чем его носить, вообще не знала. И тут вдруг, как говорит наш русский народ, да, вдруг пришла зима, вдруг пришла осень холодная, и надо было что-то такое утепленное. И так как он все-таки внешне прилично выглядит, я решила одеть его как офисный вариант. Вот, одела его с футболкой. И вы знаете, мне, когда я пришла в офис, все оценили мой новый прикид. Во-первых, цвет. Цвет очень хорошо освежает, да, это бирюза. Во-вторых, сам покрой. Он свободный. Он, можно его расстегивать, можно застегивать носить. Можно носить с бижутерией, например, футболочку. Можно носить с платком шейным. И этот пиджак стал сейчас моей визитной карточкой, наверное, до тех пор, пока я не куплю платье. Или там что-то еще. Потому что я практически сейчас его не снимаю. Мне он очень нравится. Он теплый. Он не электризуется. Даже несмотря на то, что там есть какой-то состав ластана. По-моему, там хлопок и вискоза. И 5% или там... Да, да. И мне он напоминает вот старые кремпленовые вещи, которые когда-то были. Да, то есть он по фактуре немножко напоминает вот эти вещи, которые в детстве были в моде, так скажем. И сейчас это для меня палочка-выручалочка. Карманы. Да, то есть мелочь какую-то там что-то можно положить. Тепло в нем. Даже иногда бывает жарковато. То есть хочется скинуть. И он очень хорошо смотрится. То есть он яркий, да, контрастный. Его можно как деловой вариант использовать. Можно как вечерний. С какой-то... С юбкой, например, там, да, пойти. Я вот на мероприятие ходила. Сейчас юбочку с ним одевала как раз черную. И я очень осталась довольна. То есть, несмотря на то, что он у меня провисел все лето, я думала, что он у меня так и останется висеть. Вот и почитай. Да. Ловлю, а мы не посоветуем. Да, я сейчас вот для себя его открыла. И поэтому я пришла снова в этот отдел. Снова стала выбирать. И выбрала вот себе два платья. Ну вот посмотрим, как они у меня приживутся. Потому что я консерватор в одежде. Я уж там что одену, да кто и ношу. Поэтому вот одна из историй покупки в магазине. И что мне понравилось? Я думаю, что магазина в Котласе достаточно. Мне понравилось именно обслуживание. Особенно, когда Маша в магазине. Потому что, несмотря на то, что девчонки, которые там работают, вот когда я выбирала платье, они тоже справились достаточно хорошо. И мне они понравились как продавцы. Причем, что я для себя отметила, вот как человек, который связан с продажами. То есть они предлагают сопутствующие товары. То есть я померила платье, они мне предложили бижутерию сразу. Да, я померила. Мне очень понравилась, кстати, Лена, некоторая бижутерия. Вот восточного такого варианта. Она вам очень подойдет. Она подойдет, да, да, да. Вы про него вам тогда говорили, просто тогда уже его раскупили. Ну, эти колье вот эти уклиненные. Вот про них вам тогда говорили про платье, вот про синие. Да, вот поэтому... И вот он же очень красивый. Вот этим мне и нравится магазин. Потому что был один магазин больших размеров. И я когда зашла в него, и продавец меня спросила. Девушка, что вы хотите? Я говорю, я буду мерить все. Она говорит, что прям все-все? Я говорю, все. Она говорит, а вы потом что-нибудь купите? Я говорю, не факт. Она говорит, ну что, вы весь магазин перемирите и все, не купите? И все. Я сразу ушла из этого магазина и больше я никогда в нем не появлялась. Потому что когда человек не хочет даже, да, как-то проявить какую-то инициативу, чтобы доставить клиенту удовольствие, я считаю, что это неправильно. Вот этим отличаются продавцы в Ирэне от того магазина, в котором я была. А вот вода мужу сейчас, вода мужу. Самый хороший, самый любимый. Все, что в деле делается, там, до последней лампочки, от бултика. Конечно, я говорю, как надо сделать, а он это делает просто. Правда, делает так, как надо делать. Вернее, я говорю, как я хочу, чтобы было сделано. А он покупает все материалы и делает, как надо. Это правильный подход. По-мужски. Послушай и сделай по-своему. И это замечательно, когда муж поддерживает на самом деле свою супругу и во всем. Сейчас вот магазин, такие сидим где-то на днях. Я говорю, все, магазин откроем, все. На этом остановимся. Отдохнем, поживем для себя. И сидим, он такой говорит. Так ты же не сможешь, скучен же будет. Опять что-нибудь замутишь. И тут мне поступает такое предложение, от которого я просто не могу отказаться. И муж теперь уже держит голову. Опять будем. Я говорю, не знаю. Он такой, давай, давай. Конечно, а чего так-то сидеть? Опять появилась свободное время. Так что надо его как-то использовать. Так что надо его как-то использовать.